Даниэль, я знаю, что у тебя очень много есть друзей, которые живут в других странах. Вот скажи, когда они приезжают в гости к тебе, что ты стараешься показать в нашем городе, чтобы удивить их, впечатлить? Ого! Ну, скажем так, стандартный туристический набор. Это Коктобе, это наши горы, Чембулак, Миделл. Это да. Но есть у меня еще отдельные места, куда я их обязательно ввожу, и где все наши гости, гости страны, гости города и мои личные гости удивляются. Это рестораны разных кухонь, потому как в Ламаты можно попробовать настоящую китайскую, настоящую ибурскую, настоящую корейскую, прям настоящую кухню. Ой, классно рассказываешь. Да. А сейчас давайте, друзья, узнаем, что запомнится гостю Южной столицы по мнению Дениса Савченко. О, доброе утро. Это я только что смотрел на места, которые должен посетить каждый гость Южной столицы. И сегодня мы поговорим именно об этом. И начнем с Коктобе. Это одно из самых живописных и любимых мест для жителей нашего города. Уверен, гостям здесь точно понравится. Гора имела и имеет несколько названий. Голубая сопка, Веригина гора. Городские легенды рассказывают, что своим названием гора обязана советскому летчику Веригину, самолет которого врезался в прилавок где-то в 30-е годы. Вернинские купцы называли гору Синий Холм. Говорят, так ее нарекли еще средневековые миссионеры. Впоследствии гора получила именно такое название, но уже в переводе с казахского языка. Подняться на Коктобе вы можете как пешком, так и на автобусе. Стоимость поездки туда и обратно на одного человека будет составлять 700 тенге. Но самым популярным подъемом, конечно же, является канатная дорога, которая берет свое начало с пересечения улиц Абая-Достык. Она была сооружена и запущена 4 ноября 1967 года. Канатная дорога протянулась над частью старого города, застроенного частными домами, который называют Компотом. Этот район назван так из-за наименований его улиц. Яблочная, Вишневая и так далее. Протяженность канатной дороги составляет 1727 метров. Время в пути 6 минут, за которым можно понаблюдать за жизнью города. Поднявшись на Коктобе, вы можете посетить детский городок, прокатиться на аттракционах, посетить зоопарк, а с кабина колеса обозрения насладиться великолепными видами любимого города. И просто хорошо провести время с семьей. Невероятно! С высоты 1100 метров над уровнем моря открываются замечательные виды как на город, так и на наши горы. Заинтересовала? Теперь вы знаете, как сюда попасть. Подсказочка. Ориентиром также может служить телевышка, которая находится чуть ниже. Ее сложно не заметить. Телевизионная и радиовещательная башни в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Высота мачты для антенн составляет 114 метров, а высота башни над уровнем моря 1452 метра. А вот ночная Алматы не менее прекраснее дневного. И гостю, решившему погулять в южной столице, скучать уж точно не придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова